Временский выступ Они под противником И вот это опасно Опасно не сам поселок, а высотки, которые рядом Поэтому, я имею в виду возвышенности, чтобы было понятно Поэтому расслабляться не стоит Сегодня, к примеру, началось очередное наступление на Солидарском направлении Немножко западнее, поселок Залезнянское Также вчера наши подразделения были вынуждены оставить населенный пункт поселок Урожайное Казалось бы, никакой трагедии в этом нет, но тем не менее противник продвигается Вчера наши бойцы, в том числе легендарное подразделение БТФ «Каскад» Пытались выбить противника обратно, занять поселок Но противник применил кассетные боеприпасы И нашим бойцам пришлось... Бережен людей? Да, конечно В строгом соответствии с графиком По плану Все идет, ну, не совсем по плану Цели спецоперации в полном объеме, прямо сейчас, вряд ли смогут быть достигнуты Бывший украинский политик, депутат от партии регионов Олег Царев На днях провел достаточно откровенный стрим, в котором сделал ряд важных заявлений Стрим был в основном посвящен войне с Украиной И отвечая на вопросы зрителей, Царев даже не скрывал, что так называемая спецоперация уже давно не идет по плану Ну, в общем-то, и президент говорил в своем выступлении дважды Вот он выступал с африканцами, дважды он вспоминал за мирные соглашения, стамбульские мирные соглашения И говорил о том, что нас обманули Вот эта фраза о том, что нас обманули, ну, подразумевает о том, что идет не по плану Царева спросили, по какой причине российское вторжение в Украину провалилось И Царев заявил, что причиной провала стало то, что Украина внезапно оказалась готова к войне А украинский народ стал отчаянно сражаться за свою землю Оказалось, что мы Киев за три дня взять не смогли Мы где-то переоценили свои силы Украина оказалась готова к войне, а мы оказались к этому не до конца готовы Просто коварные украинцы оказались готовы к войне Ну, российские патриоты рассчитывали украинцев обмануть Подлиннько так напасть из-под тяжка, нанести удар в спину А украинцы взяли и подготовились Какая досада! То, что вы видели, находясь под Киевом, еще пока нельзя рассказывать? Ну, в общем, я все время рассказываю о том, что мы пришли, мы ехали, по нам стреляли В том числе работали диверсионные группы И в значительной степени эти диверсионные группы состояли из бойцов терробороны Они очень хорошо ориентировались на месте, на местности Они знали эти леса как свои пять пальцев И доставляли много неприятностей У нас были погибшие, раненые, да Царев фактически признает, что украинцы начали полноценную партизанскую войну Против российских захватчиков И хвалит терроборону, которая оказалась очень эффективной И нанесла российской армии большой урон Да-да, вот ту самую терроборону с деревянными автоматами Над которой так много смеялась российская пропаганда Не поверите, деревянные автоматы Там некому будет против нас воевать Те, которые показываются этими автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются Когда же российская армия вошла в Украину и столкнулась с этими деревянными автоматами Ей уже стало почему-то не до смеха Выяснилось, что встречать россиян с цветами никто не собирается Украинцы вовсе не хотят, чтобы их кто-то освобождал, чтобы их кто-то спасал И украинцы начали настоящую партизанскую войну Стреляя в россиян буквально из-за каждого куста Дальше там еще смешнее Царев, видимо случайно заговорившись Обвинил фактически Путина в том, что это он ошибся Не рассчитал и провалил вторжение в Украину из-за того, что ввел недостаточное количество военных Однако потом, видимо, осознав, что он наговорил Царев спохватился и стал, наоборот, отмазывать Путина и говорить, что нужно сплотиться и поддерживать российского главнокомандующего Ну, 200 тысяч вооруженных наших солдат, ну, очень вряд ли могли бы справиться с задачей Я не то что говорю о том, что армия там категорически не справилась Ну, просто армия, наверное, и не могла справиться при таком количестве вооруженных сил А кто же этот человек, который ввел в Украину недостаточное количество войск? Кто же принимал такое решение? Величину военного контингента, экспедиционного корпуса У нас все-таки определяет не глава Генштаба и министр обороны, а верховный главнокомандующий Тарья, у нас идет военная ситуация Нашего президента мы должны всячески поддерживать Зрители открыто говорят, что именно Путин виноват в провале вторжения в Украину Это он не рассчитал и ввел недостаточное количество войск, которое не имело шансов на успех В ответ на что Царев с такой характерной циничной ухмылочкой Говорит, что, ну, ничего, ничего, не надо Путина критиковать Надо Путина наоборот поддерживать, какие бы решения он не принимал То есть, смотрите, они прекрасно понимают, что их руководитель идиот Который изначально спланировал абсолютно провальную какую-то операцию Ввел недостаточное количество войск, втянул Россию в идиотскую войну, которой нет конца Они понимают, что Путин фактически принял преступное решение Он ввел маленькое количество военных, которых подставил под удар То есть, он погубил тысячи своих военных из-за вот этой ошибки Они это видят, они это осознают и все равно говорят, ничего Царь знает, что делает, надо Путина поддерживать Ну, а то, что там тысячи их военных погибли То, что война началась, вот эта безумная, да, которая идет в непонятное время Ничего, это пустяки Главное, Путин так решил, значит, надо его поддерживать То есть, представьте себе уровень вообще цинизма и неадекватности этих людей Причем дальше больше, дальше Царев еще и признает, что российская армия имела колоссальное преимущество Над украинской, но из-за бездарного, тупого российского командования Это преимущество быстро сокращается и украинская армия наносит российской очень существенные потери Если мы начинали спецоперацию, количество танков, танков, БТР, бронетехники Было один танк 15 к 17, то есть у нас было больше, чем у ВСУ То сейчас 1 к 10, 1 к 12 Это с учетом того, что гигантское количество нашей техники мы оставили под Харьков И они нас сейчас воюют против нас, просто бросили Ну что, круто! По словам Царева, российская армия превосходила украинскую по количеству техники в 17 раз И вместо того, чтобы легко разгромить такого слабого противника Российская армия опозорилась, бежала с поля боя, еще и подарила часть своей техники Украине И теперь превосходит Украину только в 10 раз И имея вот этот перевес над Украиной в 10 раз Российская армия сейчас все равно отступает, а украинская армия наступает Ну я даже, честно говоря, не знаю, как это комментировать Я одного не могу понять Как при вот всем этом, признавая вот это Эти же самые люди потом говорят о каком-то величии России О какой-то борьбе с НАТО, борьбе с Западом Ну вы чего? Вы себя послушайте! Ну вы же сами все это говорите! Но, впрочем, на этом фестиваль жалоб тоже не закончился Дальше Царев стал жаловаться на элиты Он пожаловался, что украинские элиты, украинские олигархи Помогают Украине отражать российскую агрессию, жертвуют на армию А вот в России ничего подобного нет У нас здесь другая ситуация почему-то Если в Украине Ренат Ахметов, Коломойский, партнеры Коломойского Другие олигархи, они публично помогают СВО Правляют беспилотники, покупают Они еще помогают с организационной точки зрения Это очень немаловажно, когда крупная компания У нее кадры есть, организационные ресурсы Они могут организовать, помочь У нас этого нет Видимо это от того, что украинским олигархам нечего стыдиться Потому что они-то помогают своему народу и своей стране отражать агрессию Они воюют на стороне добра И это видит и понимает весь мир А российские олигархи отчетливо понимают, что Россия ведет преступную и захватническую войну В которой Россия не права Российские олигархи далеко не дураки У них есть мозги, они конечно же все прекрасно видят Они понимают, что если они будут в этом участвовать Им за это придется отвечать Украинским олигархам не придется отвечать за то, что они делают Им только спасибо скажут А российским придется Именно поэтому они в этом и не участвуют По-моему это достаточно очевидно и понятно всякому человеку с мозгами В общем стрим Царева получился достаточно показательным Что важно, он открытым текстом признает Что никто в Украине не хочет никакого освобождения Что украинцы тотально Россию ненавидят Никто там больше не считает себя братским народом Что украинцы все там от олигарха до простого какого-то последнего украинца Готовы плечом к плечу воевать против России Отражать российскую агрессию Олигархи там жертвуют деньги Украинцы, которые из низов, они идут буквально там партизанят в леса и так далее Царев все это сам признает То есть он признает, что вся страна настроена очень враждебно Тогда возникает отсюда логичный вопрос Так а на что вы вообще рассчитываете? Ну вы серьезно верите, что можно многомиллионный народ, который вас ненавидит Насильно сделать там братским или каким вы хотите Там дружественным, как вы говорите, один народ Ну это не один народ, ну никак Если то, что говорит Царев, опровергает все российские утверждения Все утверждения российской пропаганды о том, что украинцы и русские это один народ Украинцы сопротивляются жестко, отчаянно С этим уже ничего нельзя сделать Все, Россия потеряла все шансы Страна, которая действительно была во многом дружественно настроена Сейчас настроена против России крайне враждебно На поколение вперед И все из-за Путина, из-за его идиотской политики То есть они видят, что происходит, они признают, что все, что делает Путин Приносит противоположный результат То есть нет никакой деноцификации, демолитаризации Все ровно наоборот Но при этом они выступают за продолжение войны Понимают, что противоположный результат это приносит И все равно выступают, чтобы еще сильнее усугубить Хотя всем нормальным людям понятно, что ну все, это тупик Но Россия проиграла, потому что просто никто так не делает в 21 веке Россия управляет сумасшедший человек, который просто неадекватен И он сделал все, чтобы навсегда проложить между Россией и Украиной пропасть Друзья, поделитесь этим видео обязательно Подписывайтесь на канал, если не подписаны И обязательно оставляйте лайки и комментарии Это важно, так оно получит больше Охват и просто больше людей увидят вот эту правду О том, что происходит И может быть больше у людей что-то поймет В том числе те, кто не понимают этого до сих пор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!